Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска двигатель 2.7 турбодизель полный привод, автомат пробег на автомобиле 155 тысяч километров заменю на компрессоре пневмоподвески осушитель целиком бачок заказали не отдельно силикогель а бачок сразу с новой фетрой клапаном поднимаю автомобиль, снимаю крышку которая закрывает у нас компрессор пневмоподвески и откручиваю кронштейн также промою клапанные блоки передний клапанный блок, задний клапанный блок и клапанный блок на ресивер, который идет ревизия промыть, продуть, посмотреть бывает, когда силикогель начинает сыпаться забивает пылью этих клапантов поднимаю автомобиль поднял автомобиль снял крышку компрессора пневмоподвески пластиковую и вот у нас такая картина открылась кронштейн в каком-то налете непонятном окисление от нашей дорожной грязи откручиваем кронштейн здесь три болта один болт здесь один болт вот здесь под пальцем вот здесь вот удлинителем залазим и один болт сверху верхний болт самый неудобный но здесь, видать, компрессор уже снимался обслуживался верхнего болта здесь нет в принципе компрессор висит на подушках и как таковой верхний болт и не нужен двух этих болтов, видать, хватает потому что кронштейн вот он, сам кронштейн сидит жестко откручиваю этих два болта и уже смогу приопустить целиком компрессор и откручить бачок силикогеля который у нас бачок наполнен силикогелем сверху за ухо он прикручен саморезом к корпусу открутим этот саморез и бачок повернем перед этим снимем две трубки в него входят которые и установим новый но также я хочу снять кронштейн и почистить его очень у него неприглядный вид откручиваю два болта на 10 клемму с аккумулятора я снял так, хватит пошел болт и это уже хорошо вот сюда головка этого не залезет нет, залезла туго, хрустит, трещит но идет все, пошел кронштейн заболтался также отверну болт с подушки здесь у нас торкс Т-20 по-моему там сейчас попробую ею пошла резьбы почищу и смажу концы заржавели сплошная коррозия и похоже я его не просто выкрутил резьба, наверное, в гайке гайка такая хорошо съемная тоже сплошная коррозия аж болт съеденный частично сверху вот и все компрессор у нас приопустился сейчас долезу сверху сниму вторую подушку и смогу уже кронштейн вывести вот здесь вот в этом месте болт сгнил все он не то, что он не закрученный он закрученный но он отгнил не закрученный здесь неудобно подлезть лапа от подъемника мешает ниже компрессор опустить возьму сейчас короткую биту а нет нормально подлезу время и коррозия не щадит ничего прошу прощения и Смотрите продолжение в следующей серии. Крышку верхнюю можно вытащить, но я ее не буду вытаскивать, потому что снимать я полностью не буду, чтобы потом уже не мучиться ее вставлять. Сейчас здесь в распорку что-нибудь поставлю. Вот саморез, который у нас держит осушитель. Его осушитель надо повернуть против часовой стрелки. И две трубки. Чтобы снять эти две трубки, сейчас попробую повыше поднять, чтобы свет другой немножко был. Сейчас воздух пойдет у нас. Нажимаем их, вот именно вот эти кольца, к осушителю. И выдергиваем трубки. Одна. И вторая. В данный момент у нас компрессор держится только вот на этих двух шлангах. Шланги эти несъемные. Они обрезаются. И чтобы соединить, нужно цанговый зажим. КОНЕЦ. все осушитель можно поворачивать что я и делаю я поворачиваю и снимаю назад чтобы камеру не уронить внутри если открутить эти болты находится силикогель фетра клапан но мы этот бачок заменим полностью на бачке есть оригинальный номер rqq 5020 а который мы заказали но удивительно что на бачке этого номера нету ни на крышке ни на корпусе вот фетру видно а здесь фетра черная вот если камера сможет передать два бачка фетра белая и фетра черная силиконовой смазкой смажу резинку обычная силиконовая смазка камеру сейчас уронил беру бачок и устанавливаю вон место заводим и поворачиваем все бачок можно прикручивать саморез смажу саморез винт медной смазкой ну и на кем-губой смазкой все я его прикрутил здесь у нас стоит одна заглушка 1 нету вот на протираю трубки и защелкиваю их заводим до фиксации там цанга она ее односторонним защелкивает и вставляем трубку в гнездо также вторую трубку я ее пока не ставлю я хочу снять вот этот клапанный блок и тоже его перебрать но перед этим я сейчас кронштейн почищу почистил я кронштейн и вот что я обнаружил болты которые выкрутил гайки просто отгнили и отвалились это еще хорошо что они открутились что у меня болты вышли как бы пришлось мучиться и ломать выбивают эти остатки все сгнила гайка а здесь гайка рубленая она не вареная она обломилась и поэтому болты вышли оригинальный не заказывал подобрал то что у меня было попробую сейчас вставить главное чтобы длины глубины скобы позволило дотянуть от квадрата до отверстия притирочку ну по моему позволяет продолжать так он все а это Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. Добавил субтитры. болты смазываю их на месте также еще болты смажу помимо этого одеваю кронштейн здесь резьбу тоже смажу где удобно было подлез почистил член, шпикаху, курицы, речки, курица, курицы, курицы и курицем, чашу и курицы, скректирица, пиwnцем, сахар, пиуцем, курицем и курицы, курицы, курицем и курицем Продолжение следует... Продолжение следует... Все, болты я наживил... Также вот эту подушку, которая у нас была оторвана... Выкрутить я обломыш не смог, я его высверлил... Продолжение следует... И новый болт ставлю... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... наживаю компрессор вставляю у него посадочные места есть вот они гнезда смазал болты и закручиваю нашивил и 2 болт и второй болт тоже наживил затягиваю вот и все теперь снимаю клапан сейчас я его подсвечу подсветил ключ на 12 откручиваю трубки подачи поднимаю клапан вверх и снял с резинок снимаю разъем сейчас пойдет воздух здесь вот еще у нас трубка сверху подходит и откручиваем верхнюю трубку также снимаю разъем все клапан я снял по скрипту на фоне цветущего абрикоса решила обратиться к ребятам ко всем подписчикам ко всем кто смотрит мои видео и досматривает их до конца на моем канале 10 тысяч подписчиков первых 10 тысяч и я решил вести такую традицию каждые последующие 10 тысяч подписчиков я буду отмечать тем что первым людям которые напишут мне свой номер телефона и название оператора кто это МТС, Билайн или Мегафон первым 10 подписчикам я на счет мобильного телефона положу 500 рублей и так будет происходить каждые последующие 10 тысяч подписчиков я благодарен всем кто смотрит мои видео кто помогает мне подсказками, советами, комментариями как что-то улучшить, лучше сделать как по-другому произвести ремонт еще раз повторюсь мой канал не является обучающим я показываю то, что делаю я я благодарен также за то, что все мои видео просматриваются вместе с рекламой знаю, что реклама всем надоедает но реклама и заставляет жить благодарю вас, ребята жду жду первых 10 человек пишите это не фейк отпишитесь в комментариях если средства поступят вам на телефон всего вам доброго спасибо за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за субтитры Алексею Дубровскому